Они хотят много зарабатывать. В Европе на любого американского студента, более того, на любого взрослого американца, смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать. В действительности же 16% студентов своей главной проблемы и задачей в жизни видят хороший заработок. Цитирую дословно, много зарабатывать. Но знаете, какова была самая многочисленная категория? Как выразиться правильно? Категория? Категория. Как видите, я говорю на чистейшем акценте, безо всякого английского. Но знаете, какова была самая многочисленная категория? 78% представителей американской молодежи были озабочены тем, чтобы, как они сами выразились, найти смысл и цель в жизни. То есть это реалистичный взгляд на человечество. И знаете, вы не поверите, глядя на мои седые волосы и мой возраст, но недавно я начал ходить на уроки палатирования самолета. И знаете, что мне сказал мой инструктор? Если вы вылетаете отсюда и хотите добраться сюда, на восток, но дует боковой северный ветер, то в итоге вас снесет и вы приземляетесь здесь. Поэтому приходится, как это называется у пилотов, лететь со сносом. Лететь со сносом. Нужно целиться на точку, расположенную севернее этого аэродрома, и лететь таким образом, как будто бы вам нужно в том направлении. Если вы целитесь сюда, севернее этого аэродрома, то на самом деле к нему и прилетите. Но если будете целиться сюда, то прилетите южнее. Это справедливо и для человечества, я бы сказал. Если рассматривать человека таким, как он есть, мы делаем его только хуже. Но если мы его переоцениваем… Аплодисменты преждевременные, вы скоро поймете почему. Если мы хотим казаться идеалистами и переоцениваем человека, даем ему завышенную оценку и смотрим на него сюда, выше, чем он есть, знаете, что происходит? Мы способствуем тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. Поэтому в каком-то смысле нам приходится быть идеалистами, поскольку так, в итоге, мы оказываемся настоящими реалистами. И знаете, кто это сказал? Если мы рассматриваем человека таким, как он есть, мы делаем его хуже, чем он есть. Но если мы рассматриваем его таким, каким он должен быть, мы не даем ему стать таким, каким он мог бы стать. Это не мой инструктор по пилотированию. Это не я, это Гёте. Он это выразил словами. И теперь вы понимаете, почему я в одной из своих работ написал «Это самая подходящая максима и мотив для любой психотерапевтической деятельности». Поэтому если вы не признаете у молодого человека его желание иметь значение, его поиск значения, вы делаете его хуже, скучнее и разочарованным. Вы еще больше усиливаете его разочарование. А если вы допускаете в этом человеке, в этом так называемом уголовнике или несовершеннолетнем преступнике или наркомане, наличие хотя бы этой самой, как называется, искры, искры поиска значения, давайте признаем это, давайте допустим это, и тогда вы вызовете у него это, вы заставите стать его тем, кем он в принципе может стать. Переведено и озвучено группой Флэгстим по заказу канала Наследие Стивена Кови.